Привет! Сейчас я расскажу вам, как сделать вот такие вот несложные элементы круговой диаграммы. Первый шаг, который я делаю, это я создаю новый документ. Нажимаем Ctrl и Command N. Я у себя создаю документ размером 1500 на 1000 пикселей с разрешением 144 пикселя на дюйм. У себя создавайте в два раза меньше, если у вас не Macbook Pro с Retina. Нажимаем ОК. Так, первое, с чего начнем. Создадим Ellipse. То есть создаем Ellipse, зажимаем Shift, у нас получается окружность. Так, выберем какую-нибудь заливку повеселее. Я не знаю, например, вот такую вот, такой оранжевый. Вот такой. Хотя, наверное, нет. Чуть-чуть пастельнее. Менее насыщенный. Так, вот такой. Окей. Дальше. Переименуем сразу слой, чтобы у него не потерять. В Main Circle. Выровняем его сразу по центру нашего бэкграунда, нашей рабочей области. Для этого выделим два слоя. Нажмем V. И выровняем с помощью инструментов. Так, дальше что мы создаем? Сделаем окружность немного поменьше. Нажимаем Ctrl, вернее Alt и Shift. И тянем за верхний угол, чтобы пропорции сохранились относительно точки. Сделаем чуть-чуть поменьше. Например, вот такой. Нажимаем Enter, чтобы выйти из режима редактирования. Создаем вторую окружность. Что мы делаем? Выделяем слой. Нажимаем Ctrl или Command J. Видим, что у нас вот этот слой скопировался на том же месте. Теперь я делаю следующее. Я перехожу в режим редактирования векторных объектов. Выбираю Path Selection Tool. Выбираю мою окружность в моем вот этом слое. Нажимаю Ctrl-C, копирую Ctrl-V. Вставляю здесь же. Нажимаю Ctrl или Command-T. И делаю чуть-чуть побольше. Вторую окружность. А первую окружность я ее исключаю. То есть я должен выделить первую окружность. И вот здесь вот выбрать, исключить переднюю фигуру. Так. У меня так произошло, потому что у меня передняя фигура за второй фигурой. Поэтому я эту переднюю фигуру должен поместить вперед. Bring Shape to Front. Вот я получил нужное. То есть я сейчас смотрю только вот этот слой. Вскрыл слой Main Circle. Нам нужно получить вот здесь вот такой отступ небольшой. Поэтому я выделяю слой Main Circle. Нажимаю V. И увеличиваю вот так вот примерно. Можно чуть поменьше сделать. И внешнюю окружность сделать чуть поменьше. Используйте горячие клавиши, чтобы выбрать вот этот вот объект P Selection Tool или Direct Selection Tool. Я нажимаю A. Чтобы перейти к режиму редактирования или движения объекта, я нажимаю V. То есть A – это векторное редактирование, V – это операции относительно слоя, то есть движения слоя. Так, я нажимаю A. Чтобы переключаться между вот этими режимами, нажимаете Shift и A. Так, мне сейчас нужна черная стрелочка. Я нажимаю черную стрелочку и выбираю на этом слое вот эту вот окружность. Мне нужно ее чуть уменьшить. Нажимаю Ctrl-T или Cmd-T или I. С помощью Alt-Shift и перетаскивания двигаю. Окей. Первая окружность готова. То есть такой первый обод нашей диаграммы. Назовем сразу. Первая окружность. Дальше еще раз копируем. И чтобы быть более точным, я не буду увеличивать весь объект вот так вот. Потому что у меня может не совпасть вот эта вот граница. А я сделаю следующее. Я выделю внутреннюю окружность. И буду ее... И сделаю ее внешней, короче говоря. Вот так вот. Только мне нужно отправить ее назад. И убрать свойства. А у передней фигуры поставить свойства исключить. Вот я получил вторую окружность. Можно поставить прозрачность чуть поменьше. Прозрачность можно ставить... Прозрачность слоя можно ставить с помощью кнопок на клавиатуре. Вот от одного до нуля. Нажмем, например, 5. У нас прозрачность станет 50%. Нажмем 7. 70%. Нам нужно где-то... Ну вот так вот. 6. 60%. Так. Это у нас вторая окружность. Не забывайте подписывать слои. Это полезно. Дальше. Копируем слой. Ctrl-J. Делаем ту же самую операцию. То есть внутреннюю окружность вытаскиваем наверх, вовне. Убираем свойства пересечения. Ставим объединение. Отправляем его назад. Выделяем внутреннюю окружность. Ставим свойства вычитания. И у слоя ставим прозрачность, например, 40%. Или 30%. Чтобы было отличимо. Не забываем переменять слой, чтобы его не потерять. Дальше. Нам нужно получить вот такие вот секторы. На каждом из слоев. Для этого мы берем. Выделяем слой с первой окружностью. Я выбираю инструмент прямоугольник. И я просто вычту прямоугольником. Вот треть получается. Четверть окружности. Для этого я сразу зажимаю Alt, чтобы вычитать. Отпускаю Alt. И вычитаю четверть примерно на глаз. Вот мы видим, что у нас четверть исчезла. Как у нас исключить больше, чем четверть. Я выделяю этот слой. Перехожу в режим редактирования векторных объектов. И начинаю работать с узлами. Вот эти узлы я вынес за проделы всех наших трех окружностей. А вот этот узел я просто опущу вниз. Да. Опущу вниз. Где-то вот до 45 градусов. Окей. Мне то же самое нужно сделать с остальными окружностями. Я сделаю проще. Перейду в режим редактирования векторных объектов. Выделю вот эту вот фигуру. Скопирую ее. Перейду на второй слой. Выделю какую-нибудь окружность. Так. У меня не скопировалось. Давайте еще раз. Так. Вот. Теперь скопировалось. Вставляем. Двигаем. Так как мы двигаем только вот этот узел. Вот этот узел всегда в центре окружности. У нас получается как бы радиальный такой ровный срез. Копируем вот эту фигуру. Здесь делаем 90 градусов. Вот так. Вот. Получили примерно то, что нужно. Ну, точнее, то, что нужно. Нормально. Следующая задача. Делаем вот эти вот кружочки. Индикаторы. Убираем Ellipse Tool. И рисуем окружность. Сначала начинаем рисовать. Потом зажимаем Shift. Не раньше. Если Shift раньше зажмем сначала, то мы будем рисовать в том же слое. Так. Ellipse нарисовали. Так. Что-то у меня опять ругается. А, все понятно. У меня выделение просто есть. Снимаем выделение. Ctrl D. Ставим эту окружность примерно вот так, чтобы центр ее совпал с краем нашей диаграммки. Нажимаем U. Или выбираем здесь. Ellipse Tool. И делаем границу его белой. Ставим поверх всех слоев. Так. Смотрим, что получилось. Ну, такой маленький индикаторик. Нам нужно чуть побольше. Увеличиваем его. Так. Ну, вот так нормально. Так. Обзываем сразу его индикатором. Первый. Копируем. Мы обзываем индикатор 2. Еще раз копируем. Здесь у нас будет индикатор 3. Так. Готово. Симпатично. Мне кажется, что он немного неровный. Смотрю. Так. Вроде ровнее. Так. Дальше. И нужно сделать выноски. Вот такие. Это тоже не сложно. Так. Я беру. Инструмент. Пентул. Чтобы вы видели, как у вас идет прямая, вы здесь можете выбрать свойства rubber band. Поставить здесь галочку. Так. Ок. У меня сейчас круг немного, наверное, не по центру. Но потом подкорректирую. Так. И делаю выноску. Как-то вот так. Чтобы у меня тот же самый угол был, что и здесь. Так. А это у нас 45 градусов. Да? Shift зажимаю, чтобы 45 градусов сразу сделать. Потом. Делаю выноску сюда. Нажимаю Enter. У меня заливка получилась. Заливку убираем здесь. Ставим здесь цвет серый. Так. Вот это вот. По центру нам надо выровнять. Так вот как-то. Дальше. Сноска. Назовем. Так. Сноска. Ок. Что мне нужно сделать? Мне нужно белую часть сноски сделать здесь, а остальное все серое. Она у меня вся серая. Поэтому я дублирую сноску. Перехожу в режим редактирования векторных объектов. Нажал A. Выбираю Pen Tool. И вот здесь вот добавляю еще один узел. Обратите внимание на индикатор с плюсиком, который появился. Нажимаю. Дальше. Удаляю вот эти два узла. Сделаю заливку контура белым. А в сноске серый я тоже добавлю на том же месте узел. Или может быть чуть-чуть подальше. Для этого мне нужно выбрать хотя бы два узла. Нажму P. Pen Tool выберу. И где-то на пару пикселей от границы добавлю узел. А вот этот узел я удалю. Ну вот. Получилось интересно. Только у меня как-то он сдвинулся немножко. Вот так вот ровнее будет смотреться. Так. И мне нужно вот этот угол скрыть. Вот эту вот часть. Поэтому я поставлю сноску под индикатором. Или лучше, конечно, я сделаю следующим образом. Вот так вот как-то. То есть я переместил этот узел сюда. Не изменяя угол. Так. Сноска первая готова. Сгруппируем ее. Обзовем сноска 1. Дублируем сразу сноску. Эту группу, да? И будем делать вторую сноску. Так. Делаем это так. Вообще-то я сделаю заново. Выбираю Pen Tool. Ставлю на центр. Такой же угол мне нужно соблюсти. Ну вот как-то примерно вот так. Вот так. Здесь границу ставлю. Заливку убираю. Нажимаю Enter. Скорректирую сразу вот этот вот. Хвостик уберу. Так. Ну вот как-то так. Так. Нажимаю Enter. Дублирую этот слой. Вот видите, как сейчас продублировалось. То есть у меня продублировались узлы. Ну то есть по сути нет ничего на этом слое. Почему? Потому что у меня выделены были на этом слое только отдельные узлы. А нужно, чтобы выделены были все. Выделяю слой еще раз. Нажимаю Ctrl J. Сейчас все окей. Ставлю узел. Вот сюда это у меня будет белая часть. Вот эти два узла удаляю. Здесь делаю заливку белым. Потом вот здесь выделяю два узла тоже. Ставлю узел вот сюда. И удаляю первый узел. Так, окей. Смотрим, как получилось. Как нужно. Отлично. Группируем. Сноску обзываем. Сноска 2. Так. Дальше. Делаем третью сноску. Сразу можно серую выноску делать. Начиная отсюда. Enter. Убираем заливку. Делаем заливку контура. Серым. Корректируем положение. Так, ну вот так примерно. Окей. Мне нужно дальше, чтобы вот эти все линии были выровнены. Все узлы выровнены по одной вертикальной линии. Ставлю вертикальную линию. Выбираю Direct Selection Tool. Нажимаю на A. Здесь выбираю все слои. То есть можно выделять узлы на всех слоях. Мне нужно выделить и переместить этот узел. Выбирать узлы с помощью вот этой опции на всех слоях удобно, если это позволяет сэкономить время на выборе слоев. То есть выделили узел, у нас сразу нужно слой выделился в вашем работе. Перемещаем тоже сюда. Окей. Так, делаем надписи. У меня цвет стоит белый. Меняю его на серый, потемнее, чем сноска. Шрифт. Сразу у меня стоит такое, как нужно. Open Sans Condensed Light. Если у вас такого шрифта нет, можете скачать на Google Web Fonts. Или выбрать какой-то другой. Копируем. Ctrl J. Можно еще копировать вот так вот. Зажимаем Alt и копируем. Shift, чтобы перемещать строго вертикально или горизонтально. Так. Это у нас третье. Это у нас будет второе. 10 пикселей. Отступаем от сноски. И первое значение. Выделим все вот эти вот три слоя. Для того, чтобы это сделать, нажмем Ctrl Shift. И на невыделенный слой не переместим чуть-чуть левее. Так. Все значения записаны. Что еще осталось сделать? Процент в центре поставить. Ставим. 75%. Да, допустим. Ctrl Shift за край. Или Alt и Shift на маке за край. Так. Делаем цвет белым. Нажимаем T. Выбираем белый. Выравниваем по центру. Основного круга. Нажимаем V. Выравнили. Сняли выделение. Ctrl или Command D. Так. Ну вот. Все у нас. Все готово. Вот это. Забыли. В группу добавить. Обозвать сноска 3. Чтобы потом не думать, что это у нас за shape 2 здесь. Ну вот. Еще могу вам фишку показать одну. Если мы хотим поменять цвет всей этой диаграммы, мы можем сделать это очень просто. Для этого возьму, наверное, сделаю в индикаторах вот этот белый контур не вот этой линии, да? Не свойством векторного объекта, а свойством слоя. Для этого зайду в свойство слоя, выберу строк, сделаю тут толщину 2 пикселя белым. Здесь у меня, видите, получилась окружность больше, чем здесь. Потому что у меня позиция вне. Позиция контура вне. Мне нужно внутри. Внутри делаем. Все как нужно получилось. Делаем то же самое и здесь. То же самое и здесь. То есть мы убрали сейчас просто контур в векторном объекте. Будем делать контур в стилях слоя. Чтобы скопировать стиль слоя, можно сделать следующее. Нажмем Alt и перетащим вот этот вот стиль слоя строк на другой слой. Если нужно все стили притащить, перетаскиваем Fx. С нажатым Alt. Вот у нас получились стили слоя. А дальше что мы делаем? Хотим изменить цвет. В принципе, там, всей композиции. И оставить цвет вот этих вот value серым. Для этого я сделаю что? Я сделаю стиль слоя Color Overlay. Например, такой нормальный. F5645E. Ок. И перетащу просто вот эти вот свойства слоя на остальные. Так как у нас заливка здесь, она относится к слою в общем, то она будет применяться и к эффекту слоя Color Overlay. И перетаскиваем также Color Overlay на индикаторы. Чтобы они стали нужного нам цвета. Вот и все. Мы сделали элемент диаграммы. Убираем линию разметки. У нас все готово. Спасибо за внимание. До свидания.